Добрый день! Как вы видите, мы выехали к морю. Это Лигурийское море. В Италии, как вы знаете, пять морей. И вот мы выехали в Лигурию, в регион Италии, Лигурия. Мы в Дженово. Покажу вам красивый Дженово, красивый Лигурию. И расскажу вам немножко о пляжах, покажу вам пляжи. Пляжи очень свободные. Сегодня выходной день. Очень много мест на пляже. Туристов нет. Итальянцы, все свободно. Кто в масках, кто без маски. Ну, до пляжа доходят в масках. И уже на пляже, соответственно, без масок. Все хорошо, все прекрасно, все красиво. В общем, надеюсь, что видео вам понравится. Наслаждайтесь красотой Италии. Город Дженово или Генуэ находится на северо-западе Италии и является административным центром региона Лигурия. Расположен Дженово прямо на побережье Лигурийского моря. Выехали мы из Ломбардии и добирались до Лигурии, непосредственно до Дженово, два с половиной часа. И вот поздним вечером мы уже добрались. Так как город находится на морском побережье, в начале видео я, конечно же, вам покажу и расскажу о пляжах. Их очень много. Есть частные пляжные и бесплатные муниципальные. Пляжи здесь в городе в основном каменистые. И чем красивее пляж ты хочешь себе выбрать для отдыха, тем дальше от города тебе нужно отъехать. По крайней мере, не меньше ста километров. Но так как мы приехали в город только на два дня для отдыха, поэтому мы вынуждены были ограничиться городскими пляжами. Поэтому нам так и не удалось увидеть, попасть на самые знаменитые пляжи во всем мире, такие как Портофино или Санта-Маргарета. Ну, возможно, нам еще удастся это сделать в другой раз. Ко времени нашего приезда в Дженово, а мы приехали 27 июня, уже две недели, как в Ломбардии у нас в нашем регионе, а также в Дженово, в регионе Лигурия, была объявлена уже зона Бьянка. Это белая зона. То есть здесь можно было уже как бы, очень много было уже послаблений, но все еще оставалось обязательное ношение масок на открытом воздухе. И поэтому на побережье люди все еще ходили в масках, а уже спускались к пляжам без масок. Хотя на пляже даже некоторые умудрялись быть, загорать в масках. Ну, 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 все-таки сейчас летом в маске быть очень трудно. Все-таки температура сейчас от 32 здесь у нас до 36 градусов. Ну, вот из 28 июня у нас уже разрешено на открытом воздухе без масок, но посмотрим надолго ли. Вот сейчас вы видите пляжи, очень свободно, людей не так уж много, туриста нет, как я уже и говорила в начале видео. Но это было в субботу. По субботу у итальянцев так сложилось, что они в первой половине дня вообще субботу тратят на то, что они делают себе спезу. Спеза это они делают закупку продуктов на весь, всю следующую неделю. То есть они как бы заняты вот шопингом, скажем так, в субботу. А в воскресенье они уже, конечно же, выходят на пляж. Ну, в общем, в воскресенье пляж был более занят, скажем так, негде было упасть к куску итальянской пиццы, потому что было также много иммигрантов. Но туриста не было, были именно мигранты, люди, те, которые работают. Потому что в Дженово очень знаменитый порт есть. А порт это всегда рабочие места, там, где людям предоставляется много рабочих мест. Вот пляжи, пляжи, можно сказать, много-много-много свободных мест. Вот ребята идут в масках по пляжу. То есть каждый имел себе право выбрать. Кто-то хотел, ходил в маске, кто-то еще боится снять маску. Кто-то ходит свободно, без маски, дышит себе свежим морским воздухом. Частные пляжи, конечно же, всегда отличались по своему сервису от бесплатных пляжей. Но что я заметила нового в этом году, что на частных, что на бесплатных пляжах. И что меня очень удивило, это то, что везде были размещены видеокамеры. В прошлом году я такого не видела. Конечно же, то, что они были размещены именно в этом году, доказывало то, что они были абсолютно новыми. Так как Лигурийские пляжи очень каменистые, здесь рекомендуется обувать, входя в море, ну и будучи на пляже, специальные резиновые тапочки. Такие они, как в виде носочков. Потому что, так же, как когда входишь в само море, очень часто можно наткнуться на морских ежиков, которые могут оставить в теле, в подошве ног, свои иголки. И чтобы не произошло такой неприятности, лучше находиться в специальной обуви. КОНЕЦ КОНЕЦ Итальянские подростки очень активны, заняты в разных видах спорта. В Италии очень большое разнообразие спортивных клубов. И многие подростки ходят одновременно в разные спортивные клубы. ГОСТИНИЦ 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 Экономика Лигурии в общем, и Дженова в частности, основана в первую очередь на туризме. Туризм, конечно же, основная часть экономики. Но в последний год, как всем известно, экономике в этой области был нанесен огромный ущерб. Но Италия не сдается, итальянцы не сдаются, смотрят с надеждой в будущее и ожидают туристов. Конечно же, все время дают обещание, что с определенного числа, с конкретной даты, Италия откроет границы. Но пока что Италия закрыта для туриста. Родственников пока разрешено приглашать. Въезжают родственники. Но турист пока сдерживается. Посмотрим, что будет дальше. Экономика Лигурии, также в частности Дженова, также стоит на таком столпе, очень прочном, как производство оливкового масла. Здесь очень много садов, оливковых деревьев. Многие наши соседи здесь в Ломбардии, в Монце, вокруг даже нашего дома. В общем, многие наши соседи заказывают себе оливковое масло, домашнее, первого отжима, холодного отжима, именно из Дженова. Это очень вкусное масло. И осенью всегда делается эта доставка сюда, к нам, на север Италии. Стоит литр такого масла домашнего, классного, 10 евро 1 литр. Такое прекрасное масло используется только для салатов. На нем никогда не жарят, не используют для других каких-то способов приготовления. Только для салатов. Дженова также знаменит своим крупным морским портом, который предоставляет очень много рабочих мест. Дженова знаменит также своим рыболовством, ну, естественно, как любой морской город, скажем так, находящийся на берегу моря. Из пригорода Дженова мы въезжаем в сам город, и я покажу вам улочки Дженова. Дженова очень такой насыщенный город, очень много домов, очень близко друг к другу дома расположены. Улочки очень узкие, стоянок практически нет. Вот сняла немножечко сладости вам. Это знаменитая итальянская кростата. Такой пирог вот с разными начинками, с джемом, может быть. Всегда он покупается итальянцами к чаю. И сейчас я снимаю из окна квартиры, где мы остановились, показать вам, насколько плотно расположены дома в Дженова. очень близко друг к другу. То есть очень высокая плотность расположения домов. И вообще Дженова находится, расположен сам город на горах, на холмах. И все время такой город уходит вверх, построен такой в горах. Если наш город находится на долине, на холмах, то этот уходит в горы. Утром от многоэтажек я поднялась немного выше в горы, где расположен частный сектор. Это сектор вилл, где можно спокойно прогуляться, где более свободно, меньше загруженности транспорта. И вообще, что мне понравилось в Дженова, это обилие такое деревьев, разнообразие цветущих деревьев, разнообразие плодоносящих деревьев. Просто весь город утопает в апельсиновых деревьях. В отличие от региона Ломбардии, где живем мы, в Лигурии радикально другие климатические условия за счет комбинации гор и моря. И за счет этого здесь создана совершенно уникальная климатическая зона. И здесь совершенно чудные климатические условия для создания такой красивейшей флоры и фауны. То есть здесь потрясающе красивые растения и также удивительный животный мир. То есть вот здесь в городе летают, но неудивительно, конечно, что летают чайки, потому что это морской город. Но город полон летающих попугаев, совершенно красивейших окрасок. Голубые, пестрые, просто летают себе в городе и поют попугаи. Красивейшие, потрясающие. Вы сами видите, какая красота. Какая красивейшая флора. Ну просто идешь и наслаждаешься. Ели, пихты, пальмы. А эти потрясающие красоты, наливные апельсины. Я просто смотрела на эти апельсины. Для меня это просто антистресс. Я не могла оторвать взгляд. И самое главное, что эти апельсины 300 лет здесь никому не нужны. Они просто падают на пол и вот так вот лежат. Причем совершенно они не как мусор, а просто постепенно убираются. То есть очень приятно, конечно, взгляду вот такой вот морской город, морское побережье. Приятно вот так вот жить. Утром просыпаться, пить чашечку кофе. На морском побережье. Ну и вот наши попадавшие апельсинчики. Потом их, конечно же, аккуратненько подметают. Здесь ничего, конечно, не издает плохой запах. Все это аккуратно убирается. Вот можно прийти поиграть в теннис с утра пораньше, пока не жарко. Приятно пахнет морем. И с зрелыми апельсинами, пихтами. Ну и вот здесь вот уже виллы, которые являются не всегда постоянным домом. Иногда это секунда каза так называемая. То есть это второй дом может быть. Если где-то люди живут, например, на севере, это может быть их второй дом. Они приезжают сюда только на лето, например. Вот в эти просторные виллы. Очень приятно было здесь прогуляться. Очень. Спускаясь по этому входу, мне открылся совершенно потрясающий вид на порт Дженова. Очень известный порт в Италии. Сейчас я вам его покажу. Вот здесь также на приколе стоят многочисленные яхты. Яхт очень много, что говорит о том, что в Дженово очень много состоятельных людей. Яхт очень много. Вот все прекрасные яхты. Здесь также находится в Дженово завод судостроительный. И вот также здесь известный порт Ченова имени Христофора Колумба. Особенно в воскресенье все эти яхты, ну не все, но основная их часть, они выплывают в море. Очень красивое зрелище. Люди отдыхают. Вот здесь опять я вам показываю городскую, скажем так, недвижимость. Это обычные улочки. Как плотно они здесь прилеплены друг к другу домики. Улочки очень узенькие, но тем не менее очень красочно, очень много зелени. И люди стараются украсить все свои балкончики. Везде есть зелень. Каждая терраса, каждый балкончик. Везде что-то стараются посадить. Какие-то цветы высаживают. Обязательно итальянцы высаживают травы, которые являются приправами к любому вкусному итальянскому блюду. Орегано, базилик, мята и так далее. Город Дженова очень плотный. Нет новых строений красивых. Улочки очень плотные, очень узкие. Но природа здесь сделала свое дело. Покрыла своей красотой, своей яркостью и неординарностью. Мне кажется, что своим близким расположением домов город немного как бы внутренне давит на человека. Но если уже приходится жить здесь, то, конечно же, человек красиво привыкает. Особенно, когда взгляд падает на такую красивую природу, такое красивое мироздание, то уже забываешь то, где расположен твой дом. Все утопает в этих апельсиновых деревьях. Ощущение, что ты в каком-то апельсиновом раю просто. Везде крики чаек, крики пения, попугаев. В Ломбардии, где мы живем, например, поют совершенно другие птицы. Ты вот действительно различается абсолютно фауна, радикально другая. Но что вот я наблюдаю, живя в Италии уже долгое время, что в каком бы городе ты ни был, не то что в каком-то деревне, в какой-то деревне, в каком-то лесу, в каком-то заповеднике, во всей Италии ты просто как в заповеднике, очень громко, очень ярко поют птицы. Даже вот когда мы были в Милане, это просто город, очень много больших высоких домов, очень сильно, ярко, громко пели птицы. А вот сейчас я снимаю вот эти ягоды, это просто у кого-то на балконе, вот кто-то так любит снимать у себя на террасе, кто-то любит выращивать вот такие вот ягоды. Весь балкон, вся терраса была вот в таких ягодах, много было клубники, помидорчиков, и еще вот итальянцы очень любят садоводство, очень любят выращивать у себя на балконах, на террасах различные травы, различные ягоды, помидоры у всех на балконах и так далее. Вот наши апельсинки. Очень мне нравилось смотреть на эти апельсинки. Очень. Такой аромат от них был, когда их нагревало солнце, солнечные лучи на них попадали. Очень классно, очень приятно. Очень приятное зрелище. В общем, вот такая она интересная Италия, вот такая она интересная Лигурия, цветная, солнечная, апельсиновая, яркая, поющая, бодрящая и морская. Надеюсь, и вам было интересно посмотреть на Лигурию и на Дженова глазами канала «Итальянский перчик». Поэтому ставьте лайк. Не забывайте подписываться на канал «Итальянский перчик». Ждите новых видео. Скоро выйдет новое видео о прекрасной Италии, где много чего красивого и вкусного. Я с вами прощаюсь. Желаю вам всего хорошего на новой неделе. Пусть вам будет хорошо. Всего вам хорошего. Пока-пока. Пишите, что вам больше всего понравилось из этого видео. И также пишите вам, что бы вы хотели еще посмотреть в Италии. Особенно в это время, когда вы не можете посетить Италию. Ну, по крайней мере, временно. Может быть, когда-то еще сможете приехать. Ну что, пока. Прощаюсь. Всем привет из красивой Италии. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.